Ну, в общем, развитие метастазов в головной мозге является, безусловно, неблагоприятным фактором прогноза. Я думаю, это всем понятно. И вот медиана выживаемости у больных, неоперабельными метастазами в головной мозг, составляет только 51 день. Как бы вы не лечили, так сказать, первичную опухоль, но если невозможно удалить метастазы из головного мозга, идёт прогрессивание, то общая выживаемость составит всего 51 день. Поэтому эффективная терапия и локальный контроль метастазов в головной мозг имеют первостепенное значение для прогноза и качества жизни пациентов. Источником метастазов в головной мозгу в взрослых чаще всего является рак лёгких, это 40%. На втором месте как раз рак молочной железы, это 10-20%. Ну и затем рак почки, меланома, рак желудочно-кишечного тракта, рак матки. И надо отметить, что в пяти случаях при появлении метастазов в головной мозг, даже на вскрытии, не удаётся выявить первичного очага. Метастатическое поражение головного мозга встречается в 10 раз чаще, чем первичные опухоли головного мозга. Поэтому, когда мы говорим о лечении опухолей головного мозга, то мы практически всегда говорим прежде всего о лечении метастазов в головной мозг. Теперь вот у 20-40% пациентов с метастатическим поражением раков на аутопсии выявляются церебральные метастазы. Метастазы в головной мозг вообще диагностируются в 8-11 случаях на 100% населения. Мозг, конечно, это уникальный орган, который характеризуется, безусловно, наличием гематоэнцефорического барьера и отсутствием лимфатического дренажа. Развитие метастазов в головной мозг происходит вследствие гематогенной диссеминации опухолевых клеток из первичного очага с последующим фиксацией на эндотелии микрососудистого русла и проникновением в паренхима мозга, что сопровождается неоангиогенезом и клеточной пролиферацией. Интеркраниальные метастазы могут локализоваться в разных анатомических структурах. И вот так называемые ступы, эти интериальные метастазы, составляют 80-85%. Метастазы мозжечок – 10-15%, ствол мозга – 3-5% и поражение мозговых оболочек – это всего лишь 1-2%. Основанием заподозрить метастазическое поражение головного мозга у онкологического больного является появление неврологической симптоматики. Основными клиническими появлениями метастазирования в головной мозг является головная боль, неврологические дефициты, перетические приступы. И при так называемом нейропсихологическом тестировании – это когниктивные нарушения, которые имеют место в 60% случаев. Это бывает в основном у пациентов с так называемыми множественными метастазами. Стандартом нейронизации метастазов в головной мозг является, конечно, магнитно-изонансная томография с обязательным консультированием препаратами Гадалиния. Факторы прогноза выживаемости у пациентов с головным мозгом, так лирически, включают следующее – это наличие одиночного метастаза в головной мозг, который доступен для тотального хирургического удаления, отсутствие экстраконинальной прогрессии, в этот момент, когда производят такое хирургическое лечение, высокий функциональный статус пациента и отсутствие лептопокеменингальной диссеминации, а также отсутствие или минимальное проявление неврологических расстройств. Ну а если перейти к тем жёстким критериям, которые представляют группы ЛевТОП, то это класс первый. Это индекс Кановского больше 70, возраст меньше 60 перед лет, контролируемый первичный очаг и экстраконинальные метастазы. Медиана выживаемости будет составлять 7,1 месяца. Класс второй, Кановский, больше 70, медиана выживаемости 4,2 месяца. И если класс третий, то Кановский меньше 70, и медиана выживаемости 2,3 месяца. Развитие радиотерапии, в принципе, начинается с 1954 года со снапогающих работ ЧАА, который опубликовал первые результаты облучения всего головного мозга у 38 пациентов. И затем появилось то, что используется в основном сейчас, это начал лекции, который и является автором так называемого гамма-ножа, который опубликовал в 1951 году методику стереотоксической радиотерапии опухоли головного мозга. Классическим проявлением, проведением радиохирургического лечения метастазов в головной мозг является количество очагов 1 или 4, размер наибольшего опухолевого узла не более 4 см, размер остальных метастазов не более 3 см и смещение средизменных структур не более 1 см. И индекс Карновского больше 70 см. Теперь, какие рекомендуются дозы? Если очаг меньше 2 см в наибольшем измерении, то он лечится за один прием дозой 24 грея. Если очаг больше 2-3 см в наибольшем измерении, то 18 грея дается. Либо те, кто больше рискует, они дают 21 грея. И если он, наконец, больше 3-4 см в наибольшем измерении, то это только 15 грея, не более. Ну, вот здесь показана... Вот это, да? Средняя выживаемость. Вторая, вот этот вот столбик, вот эти вот 3 столбика, это как раз касается рак молочной железы. Ну, вот видите, вот результат лечения, если был 1 метастаз, вот результат лечения, если было 2-4 метастаза, и это результат лечения, если было 5-10 метастазов. То есть эффективность лечения, безусловно, зависит от того, сколько метастазов вы имеете в головном мозге. Ну, вот это наши собственные данные. Они, конечно, не такие большие, как вот те столбики, что я показал, но, собственно, они отражают то же самое. Вот, как вы видите, рак молочной железы, это третья вот зелёная линия, он оказался очень чувствительным, более даже чувствительным, чем немелкоклеточный рак лёгкого. И выживаемость очень приличная при квалифицированном лечении вот метастазов рака молочной железы. И это выживаемость без прогрессирования в головном мозге. Как вы видите, рак молочной железы тоже выходит на первое место. То есть лучевое лечение, безусловно, является важным моментом, если вы имеете метастазы в головной мозг. С учётом высокого риска локальных рецидивов после хирургического лечения, вот проведение лучевой терапии в послеоперационном периоде является стандартной опцией. Значит, почему? Вот это самое, так сказать, элементарное и простая вещь. Это вот общее облучение. Видите, вот это общее поле всё. Вот это весь головной мозг. Ну и он облучается по соответствующим, так сказать, имеющимся критериям. Это самая простая методика, и она была значительно раньше, чем был использован гамануш. В ретроспективном исследовании была проведена оценка эффективности облучения всего головного мозга у пациентов после хирургического лечения с одиночным метастазом головного мозга. И что же оказалось? Что частота локальных рецидивов в группах послеоперационного облучения, то есть там, где было облучение всего головного мозга, и в группе наблюдения, то есть там, где было только лечение одного одиночного метастаза, как вы видите, резчайшим образом различается 21,85%. Медиана общей выживаемости также была больше в группе комбинированного лечения. Ну, комбинированного там, где сочеталось удаление одного метастаза с последующим облучением всего головного мозга. Видите, также колоссальная разница – 21 месяц и 11,5 месяцев. В рандомизированном также следующем исследовании, которое было сделано, также был получен и показан лучший интеркрониальный контроль в группах комбинированного лечения в сравнении с только хирургическим лечением. Однако показатели общей выживаемости вот в этом исследовании и длительность сохранения высокого функционального статуса в обеих группах, к сожалению, были идентичны. Теперь в следующем рандомизированном исследовании, которое было сделано в АТСИ, было как раз показано снижение частоты локальных рецидивов с 59% до 27%, в тех случаях дистантных метастазов с 42% до 23% в группе хирургического лечения, в тех случаях, когда одновременно после хирургического лечения применялось обучение всего головного мозга. Таким образом, хирургическое лечение у пациентов с метастазами в головной мозг целесообразно проводить при следующих условиях. При наличии одного-двух очагов с максимальным диаметром 2,5 см и более, и при наличии очагов любого размера, если имеется выраженный перифокальный отек и симптоматический так называемый масс-эффект, когда фактически может наступить блокирование электронных путей, и тогда уже обсуждать нечего. И некоторые случаи для морфологической верификации диаметром. Галанов, у которого более 500 случаев оценивано, ночевого лечения метастазов, он рекомендует хирургическое лечение проводить лишь в следующих случаях. При наличии интерканиальных рецидивов после общего облучения головного мозга или там, где была произведена радиохирургия. Я сразу хочу уговориться, что такое радиохирургия. Здесь понятие – это особенность. Это тогда, когда метастазы или несколько метастазов были удалены с помощью лишь одной фракции. Теперь при наличии симптоматического радионекроза или резистентности к проводимой радиотерапии. И, наконец, при нарастающей неврологической симптоматике. Длительное время общее облучение головного мозга было основным методом лечения пациентов с метастазическим поражением головного мозга. В современную же эпоху общее облучение головного мозга по-прежнему применяется в тех клинических ситуациях, когда это необходимо и когда была сделана хирургическая резекция или проведена стереотоксическая радиотерапия. Я сейчас тоже покажу, что это такое. То есть это представляется вполне целесообразным. Стандартным режимом фракционирования при общем облучении головного мозга считается 30 грей за 10 фракций. Это используют большинство авторов. Или 37,5 грей за 15 фракций. При плохом прогнозе общей выживаемости, низком функциональном статусе пациента или в случае повторного проведения общего облучения головного мозга, когда это необходимо, оптимальным режимом фракционирования является единственный режим 20 грей за 5 фракций. В случае множественных метастазов головного мозга применение общего облучения головного мозга в самостоятельном варианте, как правило, является оптимальной лечебной опцией, так как направлено на ликвидацию как визуализированных метастазов головного мозга, так и микрометастазов. Исследования показали улучшение клинической симптоматики в таких случаях у 64-83% больных и увеличение медианы общей выживаемости с 1 месяца, там, где этого не делалось, до 3-7 месяцев после применения общего облучения головного мозга в самостоятельном варианте. Так, сейчас одну секунду. Ну, в общем, таким образом, вот облучение головного мозга у пациентов с метастазами головной мозга ресообразно проводить, когда? Когда имеются крупные метастазы, более 2,5 см в диаметре, и после хирургического лечения одного метастаза, и при наличии интаклониальных рецидивов, после хирургического лечения или стереотоксической радиотерапии. Роль радиохирургии для лечения пациентов с метастазами до 2,5 см в диаметре значительно расширилась в самостоятельном варианте только в комбинации с общим облучением головного мозга до или после проведения радиохирургии. Это не имеет принципиальное значение. Радиохирургия даёт высокие показатели локального контроля метастазов головного мозга, особенно в случаях радиорезистентных опухолей. Несмотря на то, что радиохирургия позволяет избежать ухудшения нейрокогнитивных функций, она не влияет на риск развития новых дистантных метастазов, что может потребовать проведения повторного локального лечения хирургического лечения, радиохирургии или облучения головного мозга всего. В ретроспективном исследовании, которое было сделано в Институте нейрохирургии в Москве, на основании результатов лечения 572 пациентов с первично выявленными метастазами головного мозга. Медиана общей выживаемости 10,5 месяцев, общая выживаемость на сроке 12 и 24 месяца 46,1% и 27,9% соответственно. С учётом высокого риска развития дистантных метастазов проведение магнитно-резонансного мониторинга головного мозга и повторного локального лечения либо радиохирургии, либо операции, либо облучения головного мозга приводит к увеличению общей выживаемости с 74% и с 44% на сроке 12 и 24 месяца. Исходя из полученных данных, наиболее оптимальной опцией для пациентов с метастазами головного мозга является радиохирургическое лечение с последующим проведением локального лечения в случае развития интеркваниальных рецидивов. стереотоксическая радиотерапия в режиме радиохирургии у пациентов с метастазами в головной мозг но без появления масс-эффекта и гидроцефалии с признаками внутричерепной гипертензии. После хирургического лечения крупного метастаза в головной мозг и наличия до 10 оставшихся метастазов после операции которая сделана была по поводу одного метастаза. И у тех больных которые по своему статусу пригодны для проведения радиохирургического лечения. При наличии интеркваниальных рецидивов метастазов головного мозга после общего облучения головного мозга хирургического или стереостатической радиотерапии. К сожалению симптоматические метастазы в головной мозг часто имеют крупные размеры. С одной стороны увеличение размеров метастазов в головной мозг требует увеличения дозы. С другой стороны ионизирующего излучения что приводит к увеличению риска развития постлучевых осложнений и даже тогда когда это делается после радиохирургии. С другой стороны сниженные дозы ниже 20 грей если они даются на метастаз в виде так сказать одной фракции приводят к ухудшению локального контроля метастатических очагов. И именно это делает сомнительным применение стереотоксической радиохирургии для лечения крупных метастазов то есть тех которые превышают 2,5 см. В 2014 году была опубликована работа второй фазы перспективного исследования по стереотоксической радиотерапии в режиме гипофракционирования симптоматических метастазов с использованием режима 30 грей за 5 фракций. То есть короче говоря за 5 фракций крупный метастаз подводилось 30 грей. Исследование подтвердило что при этом имеется приемлемая токсичность и достаточная эффективность радиотерапии. Вот таким образом стереотоксическую радиотерапию в режиме гипофракционирования у пациентов с метастазами в головной мозг целесообразно проводить в следующих случаях при наличии крупных метастазов вот более 2,5 см. в диаметре при метастатических очагах которые не имеют масс-эффекта то есть закупорки возможности мозгового водопровода после хирургического лечения крупного метастаза с целью облучения ложа удаленного метастаза для снижения риска локального рецидива и при наличии интеркраниальных рецидивов метастазов головного мозга после общего облучения головного мозга хирургического лечения или радиохирургии наличие очагов расположенных также в функционально значимых и критических зонах центральные извилины ствол мозга хиазма и прочее наиболее наиболее структура среднего мозга а самый высокий риск лучевого повреждения это в стволе головного мозга и вот то что я хочу сказать когда мы клиницисты говорят ну чего же вы не берете сюда литий этот метастаз он не такое большое что надо иметь ввиду что зрительные нервы и хиазма в большинстве случаев в толерантных дозам радиации всего лишь 8 грей но с увеличением дозы от 8 до 12 грей риск после случевых расторжений практически составляет 80-90 процентов так что как видите далеко казалось бы вопхоль который можно легко облучить но с одним условием что человек после этого слепнет значит вот то что я нашел и то что касается достоверных исследований касающихся тогда когда технологический метастаз был облучен правильно что является чрезвычайно важным что у пациентов вот с ХЕФ-2 положительный с ХЕФ-2 положительным раком молочной железы в исследованиях третьей фазы показано значительное снижение частоты развития метастазов в головной мозг там где до так сказать того как появились эти метастазы была терапия лопатинивом и капицитабидом в сравнении с радиотерапией капицитабидом только одним капицитабидом это 4 против 13 процентов в следующем исследовании изучали частоту возникновения метастазов у больных с ХЕФ-2 положительным раком молочной железы там где до этого проводилась терапия лопатинив плюс капицитабин и транс метастазирования в исследованиях группах не отличалась и составила фактически 3 и 5 процентов результаты из примитальных исследований показали что темозоламид предположительно уменьшает риск развития метастазов в головном мозге при раке молочной железы значит на это так сказать смысловая часть доклада теперь я хочу сказать что данные которые я проводил они значительно отличаются у разных авторов на том основании что принципиальное значение имеет вопрос о том как произведено облучение этого метастаза то есть технологически правильно или нет ну вот на том ускорителе который имеется в нашем институте значит это ускоритель варен вот он самый варен а вот вторая часть вот это ускоритель это вот этот вот стол от фирмы BrainLab который имеет 16 вариантов движения плюс вот там вот видите на полу имеется справа от вас и слева две энгиновские трубки которые соответственно определяют потом когда они включаются центр у пациента по ним вот смонтированный на ганты ускорителя системы ОБИ то есть практически это компьютерный томограф который позволяет выполнить киловольтные геновские снимки и компьютерную томографию в конусном пучке при нулевой позиции лечебного стола и обеспечить миллиметровую точность укладки пациента вот в этом все дело как вы облучали тогда когда вы могли обеспечить такую точность или не могли обеспечить и отсюда резко будут зависеть результаты кроме того радиотерапевтический комплекс оснащен оборудованием фирмы БМЛАТ которое дает возможность повысить точность укладки уже не до миллиметра а до десятых долей миллиметра за счет чего это достигается это достигается за счет вот этих двух рентгеновских трубочек в полу две трубки слева и справа расположены и они вот вот от этого полу расположена трубка вот приемник и там с той стороны то же самое по этому вот вы видите здесь где трубки эти пересекаются очень центры очень четко определяется центр облучения кроме того если имеется когда ускорители это все подано все эти данные то если выявляются какие-то несоответствия то на вот этом вот экране специально сделанном для микроколлиматора когда облучается головной мозг если что-то не совпадает то ускоритель мягко говоря не включается теперь следующее вот такое расположение оптимальное для проверки позиции пациента при поворотах стола ускорителя и оно необходимо для создания так называемых некомпланарных полей то есть это поля которые идут в трех плоскостях ну вот вторым компонентом который гарантирует то что больной уложен именно так как надо является камера инфракрасная которая его вы там видите у пациентки вот вот здесь вот имеются специальные такие фиксированные столу светоотражающие маркеры показывающие что фактор положения центра облучения и вот так ну показана вот эта инфракрасная камера в режиме реального времени идет этот мониторинг теперь дальше еще очень важно что вот этот стол имеет шесть степеней свободы это нестандартный стол что также дает возможность произвести фиксацию пациента именно в том положении которое обеспечит соответствующая точность попадания ну и вот здесь прежде чем облучить делаются несколько масок первая маска это она фиксирует затылок в основном вот здесь затем вторая маска из термопластика она подназначена для надежной фиксации нижней челости сколовых дуг переносицы и лба пациента и наконец третья сеть четыре маска она производит окончательную фиксацию пациента на столе и как видите вот сейчас они держат вот этот специальный локалайзер где будет инфракрасная гамма-камера показывает четкое расположение центра облучения ну вот здесь видите внутри каньона это все можно проследить как все это расположено и наконец доктор который наблюдает будет проводить это облучение вот специально только этим экраном будет работать и смотреть чтобы все данные которые были сделаны при предыдущевой подготовке совпали с тем которые вложены сейчас в ускоритель и в случае их несовпадения все будет установлено значит ну и дальше вы видите этот процесс облучения значит поскольку мне Владимир показывает что пора кончать так то я могу лишь сказать следующее что вот понимаете когда вы говорите что произошло облучение то есть взяли облучение головного мозга принципиально знать как вы это сделали то есть был использован скажем для этого гамма-нож и был ли он соответственно сделан дозиметрия чтобы обеспечить точность до 0,1 миллиметра потому что если не была обеспечена точность до 0,1 миллиметра то следовательно вы и не можете говорить что вы корректно облучили этот метастаз и требовать чтобы были получены соответствующие результаты отсюда я хочу сказать следующее что вот сама технология этого обучения в получении данных последующим для того чтобы их трактовать имеет принципиальное значение спасибо спасибо ну понятно один вопрос Татьяна Сергей Васильевич спасибо большое за уникальный такой доклад с такими новыми данными и крайне актуальны у меня вопрос следующий больные диссеминирован ракомолочной железы с метастазами в головном мозге которые получают стереотоксическую лучевую терапию с целью локального контроля могут ли они потом в будущем выполняться им облучение всего головного мозга и наоборот те пациенты которые получали облучение всего головного мозга можем ли мы у них с целью при рецидиве при прогрессировании появления новых метастазов в новом месте можем ли мы у них использовать стереотоксическую лучевую терапию Татьяна Юрьевна, я как раз показывал ответ на ваш вопрос, что если вам нужно, ну, неудачно вы пролечили с помощью общего облучения головного мозга, и у вас вырос какой-то метастаз, где вы можете произвести стереотоксическое облучение, пожалуйста, вы его можете произвести. Или наоборот, вы сделаете стереотоксическое облучение метастаза головного мозга, а там, извините, он продолжает расти и давать еще другие метастазы. Спокойно можно произвести облучение всего головного мозга. Сергей Васильевич, и еще, будьте добры, пожалуйста, уточните, вопрос был, каково максимальное количество очагов в головном мозге, которые можно контролировать с помощью стереотоксической лучевой терапии? До четырех. Значит, максимальное количество очагов головного мозга, в принципе, Владимир Фёдорович совершенно прав, классически считается до четырех. На сегодня есть такие программы облучения, к сожалению, вот такой программы мы не имеем, до десяти. Но это и пока экспериментальные программы облучения, и там довольно много бывает осложнений при использовании этих программ. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, Сергей Васильевич. Так, еще позвольте, там, если нет других вопросов. Ну, вы знаете, что, как бы, официально, во всех рекомендациях, стандартах, включая ЭСМА, АСКО, всегда говорится, что четвертая стадия рака молочной железы, эти пациенты считаются неизлечимым, в принципе. Но, тем не менее, и все наши усилия должны быть направлены, прежде всего, на качество жизни. Если это гормонозависимая опухоль, то акцент на гормонотерапию. Если другие опухоли, то подбирать, соответственно, вот так сказать, по типу. Ну, и до недавнего времени как раз HER2-позитивные опухоли считались наиболее, как бы, агрессивными. Но сейчас, благодаря вот прогрессу медицины, появлению таргетных препаратов, антител, HER2, все-таки эта ситуация изменилась. И позволяет, и эти работы с участием нашего института, кстати, для Патра, это значительная часть пациентов из нашего института, показала, что эти пациенты могут длить пять лет уже с установленным диагнозом отдаленных метастазов и больше. Но часть пациентов, с частью, еще живы. Ну, понятно, что наши возможности не беспредельны, но максимально улучшить качество жизни, спасти какие-то годы, они возможны вот в этих условиях. Что касается, скажем, появления, вот то, что Сергей Васильевич докладывал, метастазы в головной мозг, ну, там максимально, там два месяца жизни, а много уже пациентов, которые живут и три года после вот лучевой терапии такой, направленной в комбинации с другими методами. Считалось, что гематоэнцефалический барьер не пропускает, но когда выполняют диагностические процедуры с насадкой герцептином плюс изотоп, то вот эти очаги видны в головном мозге. Значит, в каких-то условиях после, возможно, лучевого воздействия и герцептин, тростином тоже проходит в головной мозг. Ну, кроме того, он лечит висцеральные метастазы, тем самым спасает их, пациентов. И, конечно, вот то, что Петр Владимирович докладывал, хирургическое воздействие, ну, тут можно согласиться с рекомендациями НССРН, что только в тех случаях, когда угроза кровотечения, боли, то есть, как бы, палиативное вмешательство, эта операция оправдана. Хотя, когда мы оперируем пациента в третьей стадии после неодевантов лечения, надо понимать, что у значительной части все-таки есть метастазы скрытые. Мы их просто не определяем, но, то есть, мы оперируем пациентов со скрытыми отдаленными метастазами и получаем неплохие результаты. Ну, наша позиция института, вот, Петр Владимирович озвучил, когда есть метастазы в кости, это все-таки обычно гормонозависимый вариант заболеваний, люминальной опухоли, и там и 4, и 5, и больше лет пациенты живут после мастоктомии, продолжая получать бисфосфонаты и гормонотерапию, меняется линия гормонотерапии, там, от томоксифена к ингибиторам, от ингибиторов ароматазы к вазлодексу. Ну, а сейчас еще вот появился палбоциклип, правда, он еще или там, эролимус. Это очень дорогое лечение, но, судя по тому, что наши компании начинают работать и получают биосимиляры к препаратам, то есть возможность, что и можно будет многим пациентам помочь этим лечением. И очень важен доклад Анны Сергеевны, как и все остальные, о том, что в ходе лечения могут меняться, или могут быть другие. Мы лечим, как бы, по исходным данным, по уровню экспрессии рецептов стероидного гормона, на самом деле в метастазах могут быть другие. И это понятно, что сейчас все рекомендации наставят на обязательном биопсии очагов, даже из скелета, из костей, из печени и другие, из легких, чтобы убедиться, что мы правильно лечим. Но гораздо сложнее ситуация, когда, вот мы в прошлый раз говорили, когда идет адъювантное лечение на 5 или даже лет гормонотерапии. На самом деле, если пациенты получают ингибитор ароматазы, уже с первого года, может быть, резистентность, и тут мы не видим, как бы, рецепт заболевания, но пациенты получают ненужное лечение еще там 4-5 лет. И вот появление вот этой ноды в методике исследования мутации гена СР1, который мутирует рецепторы или как бы отвечает за экспрессию рецептов альфа, он позволяет или позволит в будущем приостановить гормонотерапию. Не надо проводить 5 лет этот вариант, особенно ингибитор ароматазы. Надо переходить на фазлодекс и так дальше. Но это не отменяет необходимость BFC вот сейчас, потому что эта методика еще так не стандартизована. БFC тех очагов, которые мы уже видим методом изображения. И те стадии четвертой, которые были раньше, 10 лет назад, отличаются от четвертой стадии теперешней, потому что с помощью вот этих методов КТ, МРТ, значит, там и всех современных методов получения изображения, мы раньше выявляем четвертую стадию. И это та стадия, где еще минимальные очаги, где много можно еще сделать. Это не та четвертая стадия, которая была там 10-20 лет назад, когда явно все разваливается. И, конечно, там очень маленький возраст. А сейчас и ультразвук, и все вот эти методы появляют самые-самые минимальные очаги. Пусть они там подозрительные метастазы. Там производится направленная биопсия. И мы уже, значит, как бы имеем дело с пациентами четвертой, но такой стадии, которая контролируется долго. И я думаю, что вот сегодняшняя, как бы, сессия, она очень важна и в смысле, так сказать, дальнейших разработок, и важна для практики для нас, для врачей, для всего сообщества, как надо действовать, каким стандартам придерживаться, и чем мы располагаем в наше время, чтобы можно было помочь даже этим пациентам с распространенными опухолями. Спасибо всем за внимание и до новых встреч через неделю. Спасибо. 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 Спасибо.